Добрый вечер всем любителям спорта. Главная редакция спортивных программ телеканала ТВЦ начинает очередную трансляцию со стадиона Динамо. Вы увидите, несомненно, центральный матч 17-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА Спартак. Разобраться в хитросплетениях игры вам помогут комментаторы ТВЦ Александр Кривов и Юрий Тишков. Здравствуйте. И сразу о составах команд. Начнем с гостей. Спартак играет в красных футболках. Вратарь Максим Левицкий номер 1. Номер 2 Юрий Ковтун. Номер 3 Игорь Митрецкий. Номер 4 Жеря Кристиан Чуйся. Номер 5 Василий Баранов. Номер 18 Дмитрий Парфенов. Номер 7 Виктор Булатов. Номер 8 Луис Робсон. Номер 9 Егор Титов. Номер 10 Эдуард Цихмиструх. Номер 11 Владимир Бесчастный. И хозяева поля ЦСКА играют в белой форме. В воротах Сергей Перхун номер 16. Номер 15 Даврон Файзиев. Номер 4 Максим Боков. Номер 6 Олег Карнауков. Номер 8 Юрий Слайзов. Номер 5 Сергей Семак. Номер 2 Андрей Саламатин. Номер 17 Станислав Лысенко. Номер 9 Бредер Кранжелович. Номер 25 Элвер Рахимович. Номер 21 Денис Попов. Как видим в составах обеих команд по сравнению с предыдущим туром есть небольшие изменения. Но об этом после рекламы. Итак, напомним положение в таблице. Спартак. Первое место. 31 очко. Армейцы занимают пока седьмое место. Набрали 26 очков. В предыдущем туре армейцы играли в Самаре. И также встречались с лидером. Как и сейчас. Сразу два изменения. Травму получил Владимир Кулик. И вместо него играет Элвер Рахимович. И не играет также Валерий Менько. Вместо него Павел Федорович Сатырин выпустил Андрея Саламатина. Итак, матч начался. Первые минуты. В Москве очень жарко. Будем надеяться, на поле будет не менее жарче. Согласен с вами, Александр. Я думаю, сегодня увидим красивый содержательный футбол. Достойный футбол в исполнении двух команд-лидеров нашего чемпионата. Да, армейцы претендуют также на медали и не отказываются. Хотя во многих интервью они говорят, что они не ставят задачу бороться за чемпионство. Однако, то, как они проводят последние игры, говорит о том, что они не отказываются от такой цели. Они уже 12 игр идут без поражения, одержав 7 побед и 5 ничьих. Не напоминает ситуация 98-й год, когда также армейцы беспроигрышно шли и встречались со Спартаком. И здесь же на Динамо нанесли им поражение 4-1. Да, ситуация похожая, но я думаю, обе команды уже забыли. Живут сегодняшним днем. Вот матч начался, поэтому все думают только о сегодняшнем матче. Да, пока не очень заполнены трибуны. Мы видим главного тренера Спартака Олега Романцева. Наверное, ожидалось больше болельщиков на трибунах. Но пока стадион не заполнен до конца. Итак, штрафной подают Спартаковцы. Чувствуется напряжение на поле, но пока обе команды как бы присматриваются к друг другу. Первая минута очень сложная и ответственная. Да, надо начать хорошо от простого, от простых каких-то элементов технических, чтобы почувствовать уверенность, чтобы уверенность пришла и дальше продолжать игру. С мячом сейчас был Василий Баранов. Отметим, что именно он отличился в первом круге, принес победу Спартаковцам. Забил гол со штрафного. 1-0 в первом круге выгодили Спартаковцы. Посмотрим, как сложится игра сейчас. Представим судейскую бригаду. Арбитр в поле Юрий Баскаков из Москвы, судья FIFA. Ему помогают Тихон Калугин из Москвы, ассистент FIFA. И Сергей Мартынов, также из Москвы, судья республиканской категории. Инспектор матча Кирилл Доронин из Москвы. Замечу, что Юрий Баскаков уже обслуживал игры ЦСКА и Спартака. Для него это уже третья игра. Первую игру он провел как раз в 98-м году, когда армейцы обыграли Спартак. 4-1. А вторая у него была в 2000-м году. И тогда уже победу одержали Спартаковцы в Лужниках. 1-0. Посмотрим, как получится у него на этот раз. Атака армейцев, но хорошо сыграл Митрески. Да, первая минута пока проходит в такой, как бы, борьбе за инициативу. Обе команды, похоже, понимают, что нельзя пропускать. Кирнаухов с мячом. Держит Спартаковцы мяч, держит. Контролирует. Хотят почувствовать уверенность свою. Хотя последнюю игру Спартаковцы провели с Черноморцем очень здорово. Одержали убедительную победу 5-0. И в Лужниках выглядели очень здорово. Многие отметили, что Спартак приближается к своей идеальной игре. Но армейцы, не Черноморец, не дадут, наверное, Спартаковцам так сыграть. Не в обиду будет сказано Черноморцу. Конечно, объективно команда ЦСКА сильнее, выше класса, чем Черноморец. Но сейчас Баранов готовится пробить штрафной удар. Метров 35 до ворот. Лайзенс на пути мяча сейчас подставлял ногу. Мяч и дошел до ворот. Попов хорошо прикрывает мяч корпусом. Отдает обратно на заплысленку. Тот в очередь на Лайзенса. Он опять лазис на Попова. Попов ходит в штрафную. Нет, Баскаков показывает, что все было в пределах правил. Очень хороший, быстрый ответ на атаку провели армейцы. Судья находился рядом и показал, что Попов упал самостоятельно. К этому были непричастны футболисты Спартака. Сейчас мы видим возмущение Максима Бокова, который сыграл достаточно жестко против бесчастных. Вот Попов ходит в штрафную. Падает. Разводит руками. Да, но сегодня никак не отреагировал на это падение. А вот, в свою очередь, спартаковцы в штрафной площадке. Здорово играет. Это был струк. Да, вбил поворотом. Рикошет. Еще раз нам показывает, уходит вправо, и справа ноги бьет поворотом. Вновь мы видим Олега Романцева. Удар отворот сейчас произвел Сергей Перхун. И с мячом вновь спартаковцы Василий Баранов. Последние игры проводят очень активно. Один из лучших у спартаковцев. В среднем линии поля. Но, как отмечает главный тренер, как проснулся, так может и провалить игру. Будет любопытно посмотреть, как он сможет играть на своем фланге против Корнаухова. Баранов с мячом. Подключает Парфенова. Достаточно плотно играют защитники и той, и другой команды. Не дают нападающим легко принимать мяч. Сейчас Игорь Митрески очень здорово сыграл. Вышел и оставил нападающих ЦСКА вне игры. Вот мы видим болельщиков ЦСКА. Попов стал атаковать Чуси. Заставил его вернуть мяч Ливийскому. И вот как остро сыграл Максим. Роксон с мячом. Проход. И не очень удачная подача. Но спартаковцы сохранили мяч. И Токову достал у самой бровки. И сейчас уже нарушение правил. Соломатин грубо-грубо сыграл против армейцев сейчас. Но в предыдущем эпизоде ошиблась оборона армейцев. Это еще раз нам показывает нарушение правил со стороны Соломатина. Против Цихмистровка. Булатов нанес удар поворотом. Но пока выше. Еще раз напомню, что очень жарко. Очень жарко в Москве. Может быть, этим объясняется невысокий темп в начале игры, который демонстрирует команда. Но это, я думаю, и вполне объяснимо. Да, африканская жара, можно сказать, стоит. И Чуси будет легче, наверное, переносить в такую погоду, чем... Посмотрим, может быть, это тайное оружие Спартака сегодня будет. А вчера, напомним, состоялась игра дублеров. И в ней победили армейцы. 1-0, гол забил Сонин. Капитан команды ЦСКА Сергей Семак. Мы видим повтор. Нарушение правил. А в это время Парфенов опять пытался пробить поворотом. Но не точно, не точно. Вот уже второй удар поворотом армейцев в исполнении Спартаковцев. Но пока мимо цели пристреливаются. Пока не получается точных ударов. Вот на ваших экранах капитан Спартака Егор Титов. Очень много, думаю, будет зависеть вот от двух игроков. От Титова и от Семака. Развитие сегодняшнего матча. Да, отметим, что Титов единственный в Спартаке, который провел все предыдущие матчи без замен. Напомним, что сегодня также проходят и остальные игры Тура. И также очень важная игра проходит в Лужниках. Это опасный момент. Опасный момент. Попов отдал пас назад Семаку. Тот, в свою очередь, делал расстрельную передачу, навесную передачу. Штрафную. Несколько не точно было. Ну, напомним, то, что в Лужниках проходит матч торпеда, крылья, советов. Также игра лидеров. И очень важно от того, кто как сыграет. Спартак, ЦСКА, торпеда, крылья. Локомотив играет с Сатурном. И как поменяется ситуация в таблице. Напомним, что Спартак от ЦСКА отделяет всего пять очков. И в этом же промежутке находятся и крылья торпеда, локомотив. И по окончании матча ЦСКА-Спартак вы увидите сюжет о матче в Лужниках. Парфенов с мячом на Булатова. Тот ему обратно. Булатов на Ковтуна. Такая передача недолго, наверное, называется. Но здесь хорошо сыграл Робсов. Один на один выходит Бесчастных. Удар горд. Прекрасно, прекрасно. Вот связка сработала двух нападающих, Робсов Бесчастных. Вы знаете, как будто они играли не одну игру вместе. Сейчас они так здорово сыграли. Я думаю, еще раз режиссер нам покажет эту красивую голевую комбинацию в исполнении двух нападающих. Это показывает завершающую стадию уже. Видите, Бесчастных здорово посмотрел. И технично красиво перекинул мяч через вратаря. Еще раз мы увидели, как Луис Робсон здорово отдал пас Бесчастных. И даже вот Максим Поков пытался его задержать рукой, но Бесчастных не стал падать. Устоял на ногах и пошел до конца. В результате гол. Еще раз мы наслаждаемся этой прекрасной комбинацией и ее завершающей стадии. Достаточно быстро открыт счет. 1-0 на 10-й минуте. Теперь армейцам предстоит что-то предпринимать. Вот такой дебют возвращения Владимира Бесчастных в российское первенство. На 10-й минуте пребывания на поле уже успел отличиться. Психологически, наверное, сложно ему очень было, потому что именно ждали такого возвращения. И он оправдал, наверное, десятки, сотни тысяч, а может быть и миллионы болельщиков Спартака. Очень хорошее начало. Начало за Спартаком. Да, показали нам Олега Романцева. Угадал, выпустил Владимира Бесчастных. Почувствовал, что готов футболист. Можно отметить, что и в сборную он ему очень здорово доверял. И он оправдывал это доверие. Доверие. Сейчас удар от ворот. Армейцы будут вводить Сергей Перхут. Ну что ж, наверное, несколько неожиданно для армейцев поворачивается ситуация. 1-0, 1-0, да, на 10-й минуте. Серьезная заявка у Спартака на победу. Хотя, может быть, рано мы об этом, конечно, говорим. Но очень важно, важно, так же я уже, наверное, говорил, хорошо начать игру. Вот на 10-й минуте повели в счеты. Лысенко с мячом. Передача на Ранжеловича. Тот дальше на Рахимича. Рахимич пытался обыграть со смирства Трука, ему это не удается. И быстрая атака Спартака. Сейчас нехому было, получается, Егору отдать передачу. Сразу два защитника пошли на него, и пришлось задержать атаку. Пытался за счет индивидуальных действий пройти дальше. Не получилось у него. Очередной мелкий фолл в центре поля. Ковтун сфалил на Рахимича, и уже армейцы с мячом начинают свою атаку. А я напомню баланс встреч армейцев во встречах со Спартаком в чемпионатах России. Они не очень удачно играют, кстати, со Спартаком. Всего лишь две победы при пяти ничьих и двенадцати поражениях. Сразу из встречей тринадцать тридцать четыре в пользу Спартака. Баскаков показывает желтую карточку. Мы видим, как Бесчастных забивает гол, а сейчас желтую карточку получил Соломатин. А это реакция тренерского штаба Спартака. Парфиона с мячом убирает под себя. Дальше Чуйся получает мяч. Чуйся на Бесчастного. Тот эффектный хотел не получилось отбросить мяч, но атака продолжается. Булатов. Булатов не пошел, но в это время боковой судья дал отмашку положению вне игры. Фазиев сейчас пробьет. Свободный? Нет. Оставит это вратарю. Право сделать. Верхун делает длинную передачу. Ранжелович. Ранжелович пытается головой скинуть мяч. Армеец не получается, но в то же время Баскаков фиксирует нарушение правил со стороны Спартаковца. Не очень быстро пока играют и та, и другая команда. Понимают важность матча или давляет психологическое преимущество. Может быть, может быть, конечно, и психология здесь немаловажный фактор. Но я еще раз, конечно, скажу о том, что очень тяжело. Сам это знаю, в недавнем прошлом играл. Как тяжело играть в такую жару. Поддержать постоянно высокий темп просто невозможно. Поэтому здесь надо уметь грамотно варьировать. Правильно распределить силы на весь матч. То есть команды должны варьировать темп. То играть очень быстро, активно, то вдруг сбрасывать и играть не спеша. Так, штрафной пока. Должны пробить Спартаковца, но не торопится. Пытался Левицкий, но уступил это право Ковтуну. Кстати, хочу отметить, что Юрий Ковтун за свою практику не пропустил еще ни одной игры против ЦСКА. Он играл и за Растельмаш, и за Динамо, и вот за Спартака не пропустил ни одной игры. При этом у него положительный баланс. То есть его команды выигрывали больше. Может быть, что-то и подсказал партнеру перед игрой, как самый опытный в игре против фармейцев. Фазиев не очень удачно сыграл головой, но Перхун его подстраховал. И Робсон не стал бороться. Соломатин с мячом на правом фланге. Ждет, кому отдать. Длинная передача. Но в это время боковой сидят, поднимает флажок. Сейчас Ранжелович очень медленно выходил из положения вне игры. Очень медленно. Спартаковцы опять не торопясь начинают атаку. Чуйцы, Баранов по правому флангу пытались провести свою наступательную акцию, но не удалось Корнауков. Не позволил Баранову получить мяч. И уже армейцы выбрасывают аут. Лисенко в центре с мячом. Дальше на Соломатина. Соломатин получает мяч. Приближающий к штрафной пытается нанести удар, но на пути встает вездесущий Юрий Ковтин. Поспешил Перхун. Вот за такой промежуток времени небольшой Ранжелович уже второй раз. Остается вне игры. Спартаковцы очень быстро выходят, а он, в свою очередь, не успевает за защитниками Красно-Белых. Ну, сейчас, может быть, стоило все-таки Перхуну немножко задержать мяч у себя. И вот опасная атака Спартаковцев. Хорошо вышел сейчас Перхун. Сыграл. Забрал мяч. В это время на всех парах туда Егор Титов стремился. Выходил на опасную позицию. Сыграл мяч, рук с мячом. Также удачно дебютировал в Спартаке. Но это было в прошлом туре. Отличился. Забил гол. И сделал две результативных передачи. Вообще выглядел так, как будто он уже давно играет в Спартаке. А сейчас Булатов доносит удар. Рикошет и угловой. Опасный был удар. У Спартаковцы, мне так кажется, более активно сейчас проводят игры и наносят больше удара. Есть небольшое территориальное преимущество. Несколько посвежее они выглядят в эти первые минуты. И сейчас вот как раз можно сделать небольшой вывод такой, разница в тактике. То есть Спартак за счет длинного, извините, среднего короткого паса, хорошего перемещения игроков пытается скрыть оборону армейцев. А те, в свою очередь, наоборот, за счет длинного такого быстрого. Играют в расчете на Попова и Ранжировича. Итак, угловой подают Спартаковцы Василий Баранов. А мы видим, как готовятся армейцы. Похоже, наигранная была комбинация. Не совсем удачно сыграли защитники. Булатов сохранил мяч, отдал пас Ковтуну. Тот дальше. Ковтун вновь с мячом. Булатов ударил, но для перху на этот удар оказался легкой добычей, скажем так. Быстро ответная атака армейцев. Семак смещен на правом флаге. Перед ним Барфенов был. Семак выдвигается Погрёк. Дальше на Лайзенса. Лайзенс дальше на Попова. Попов уходит один на один. Да. Прекрасно играет Левицкий. Что нельзя сказать, а? Попов, в свою очередь. Хорошая, быстрая комбинация сейчас была исполнения армейцев. Но как-то не очень ответственно подошел к исполнению удара. Денис Попов. Сейчас уже циркмистрок по левому флангу. Сдвигается в центр. Но Рахимич принял удар на себя. И уже армейцы выбивают мяч от своей штрафной. А у Каса из того эпизода, мне кажется, вот не удалось исполнить Попову. Так же, как бесчастных перебросить вратаря. Задумал это вроде неплохо. Но не получилось. Баранов перевод. Хороший перевод на Робсона. Робсон дальше себе головой. Мяч входит в штрафную площадку. Перед ним Соломатин. Робсон на Баранова. Нет, не получается у Баранова удар. Сейчас он опускает голову. Семенит дальше. Спартак, извините, армейцы. И вот, в свою очередь, опять ответная, быстрая ответная атака. Попов перевод на правый фланг. Там никого из армейцев не оказалось. Можно заметить, что сейчас обе команды обменялись атаками. И именно за счет длинных передач они получились быстро. И у Спартака, и у армейцев. И очередная длинная передача на Василия Баранова. Догоняет мяч. Прямо у главу флажка. Подача. Бесчастных здорово поборолся с Боковым. Нанес удар, но выше ворот. Вот в дуэли Боков-Бесчастных пока Бесчастных одерживает верх. Да, прошла, идет 22-я минута. Вот второй раз уже Бесчастных очень опасно атакует. В первом раз он забил. А это нам показывает уже, да, повтор, как Попов. Вот видите, внешней стороной стопы очень эффектно, красиво пытался перекинуть. Левицкого. Вот еще раз смотрим, посмотрите. Да, нельзя, конечно, не отметить пас один на один партнера Попова. Ну вот Виктор Булатов получает желтую карточку за то, что он мешал вводить мяч в игру. Юрий Баскаков проявил принципиальность. Да, по желтой карточке уже и у той, и у другой команды. Напомним, что у армейцев Соломатин имеет желтую карточку. Вот появление Бесчастных в составе, похоже, действительно сыграло положительную роль. Робсон стал играть лучше. И в прошлой игре забил два, и сейчас очень активно играет. А сейчас армейцы атакуют. Корноухов, Лысенко. Угловой удар. Александр, о чем мы и раньше с вами говорили, вот изменение темпа, темпа игры, ритма. Вот была затишье, а видите, какая пятиминутка сейчас обе команды нам выдали. Очень опасные атаки были. И опасные моменты около ворота одной и другой команды. Мы видим Павла Федоровича Садырина. Не раз он говорил, что не будет быстро выводить в состав своих новичков. Но вот, как видим, и Соломатин, и Рахимич, только дозаявленный, тут же появились в составе. И получился у Рахимича удар с правой ноги. Недостаточной силы. И не представляло особого труда для Оливийского. Так же спартаковцы проводят атакующие действия. Титов с мячом. С их меструк подача. И опять бесчастных бьет головой. Так вот, как заряжен сегодня уже на второй гол. Один он забил. Откликается на каждую практически прострельную передачу своих партнеров. То слева, то справа. Ну вот интересно, хватит ли его на оба тайма. Все-таки, как он физически готов. Интересно. У него была большая пауза, не играл в Испании. Об этом мы сможем судить после окончания мачи. Вот мы видим еще раз, как цихмиструк подал, а бесчастных опередил защитника и нанес удар головой. Семак с мячом. Пока армейцы не смогли. Вот только за исключением одной атаки провести. Вот хорошая сейчас. Семак обыгрывает по Попову и вне игры. Вот здесь, наверное, если бы Семак сыграл сам, может быть и не поднял бы судья флажок. Да, если бы Попов остался статистом, просто остановился на месте, да, а Семак вошел в срафную площадку и на ныне с удар. А так все было правильно. Совершенно прав боковой арбитр. Вот еще раз нам показывает момент. Очень хорошо перебрал. С ноги на ногу Семак вошел в срафную площадку. Вот обыграл перед этим Ковтына, но помешал ему Попов. Так, Максим Левицкий. Свободный удар. Соломатин выиграл борьбу с их мистер рука, но мяч остался у Спартака. Ковтун с мячом. Достаточно жестким. Боков сыграл против Парфенова. Было видно, что Боков не успевает к этому мячу. И подкатит достаточно опасно. Булатов у мяча. Ковтун разыгрывает Булатова. Булатов дальше на бесчастных. Тот проиграет борьбу Бокова. И армейцы организуют ответную атаку. Лазер с мячом. Пытается обыграть Парфенова, этому не удается. Чуясь и дальше на Парфенова. Парфенов на Баранова в одно касание не получается. Сейчас Лайзенс сыграл очень жестко против Чуйси. И Баскаков сразу достал желтую карточку. Вот вроде спокойно проходит игра, а уже третья желтая карточка. Очень жестко как-то игроки встречают друг друга. Сказывается напряжение игры. Да, мотивация очень сильная, конечно, в таких матчах. Безусловно. Футболисты хотят. Хотят обыграть команду соперников. А может быть, это сказывается. Вот наличие многих желтой карточек в начале игры. Тофтон с мячом. Винная передача дальше на Баранова. Перевод мяча Баранова в одно касание на Бесчастных. Тофтной площадке пытается обыграть Бокова. Его вытесняют из... Здорово сыграл Бесчастных. Оставил мяч с ихми с руку. Тот сразу нанес удар, но здорово сыграл вверху. Атака Спартаковца продолжает. Баранов передача в центр, но армейцы на этот раз перехватили уже мяч. И Лайзенс длинный перевод, но не точно. Попов открывался. Но еще дальше справа Семаков был в более выгодной позиции. Я думаю, Лайзенс хотел... А вот мы еще смотрим, посмотрите комбинацию Спартака, Сехмей и Струк. Удар с правой ноги. Хороший удар, но... Верху на месте. Не рискнул даже ловить. Такой силой был удар и решил сыграть кулаками. Очередное нарушение правил. И к мячу подходит Василий Баранов. Для него не представляет сложности с 35 метров нанести очень точный удар. Вот мы видим, как нарушили правила армейцы. Посмотрим, что приготовили спартаковцы. Какую тактическую заготовку придумали. На игренную комбинацию домашнюю. Баранов разбегается. Да, удар. Удар не получается. Откровенно не получился удар. Не попал он в центр мяча. А он свалился с ноги и мимо ворота. Довольно-таки далеко. Да, вот мы видим, как... Осыпались шипы, можно сказать. После такого неточного удара. А сейчас удар от ворот был. Спокойно пока на поле, спокойно на трибунах. Последние семь, где-то десять минут. И территориальное явное преимущество имеет спартак. Он больше двигается. Лучше мяч контролирует. В многом футболисты перемещаются. Вот, в общем-то, пока преимущество последнее, еще раз повторюсь, десять минут за спартаком. Да и создает опасные моменты. ЦСКА пытается играть на ответных острых атаках, быстрых. Вот одна из них. У Семко хорошо налазится. Тот кое-что в штрафную площадку. Прострел Попов. Адопад мяч. Удар. Метверки принимает на себя. Самоотверженно. Да, самоотверженно. Очень хорошая ответная атака. Попов опять с мячом передачи дальше на... Семака. Удар. Гол. Гол. Прекрасно. Извините, это Ранжелович. Ранжелович, да. Сейчас еще раз, вот нам Ранжелович показывает свой номер на спине. Да, девятый номер. Хороший, хороший еще раз, еще раз скажу, атаку провели армейцы. Вот еще раз показываем. Да, удар Попова, скорее всего, это был. Но до конца играл Ранжелович. Вот в этой опасной зоне он оставался. И замкнул, даже я не знаю, как назвать это, прострел удара. В исполнении Попова было. И сыграл просто прекрасно. На 30-й минуте счет 1-1. И вот преимущество Спартака. Среди нона нет. Теперь и та, и другая команда должны вновь предпринимать какие-то усилия, чтобы добиваться успеха. Лысенко пытался перевести игру на Симака, на правый фланг. Не точно сделал длинную передачу. Аут. Юрий Ковтун сейчас ведет мяч в игру. Можно сказать, усыпили бдительность спартаковской защиты армейцы. Вроде не спеша, не торопясь. И вот результат. Остановился Ковтун. Аут. Желович пошел до конца и гол. Сейчас Бесчастных с мячом. Фаезиев сумел помешать ему нанести удар. Корнауков с мячом. И армейцы развивают свою атаку. Долго ждал Корнауков отдавать или не отдавать пас, но все-таки отдал и вне игры. Ну, было видно, было видно, конечно, Лайзис должен на это среагировать, что спартаковцы делали вне игры искусственное, поэтому он забежал уже очень далеко туда. Ланжевич направо на Симака, тут неудачный мяч обрабатывает. Юрий Ковтун в одно касание на Читова. Югор. Нет, нет, я думал, он постарается выйти один на один, но у него этого не получилось. Он, за счетом югоряных действий, хотел войти в штрафную площадку, упал, но судья не отреагировал никак на это падение. Но смотрите, какая интересная игра. Пошла опасная передача на Симака, но Левицкий хорошо подстраховал Юрия Ковтун. Выбил мяч в аут. Вновь с мячом Симак. Играет с Ранжевичем. Тот в одно касание ему обратно в штрафную. Но очень такая неудобная была передача. Армейцы продолжают свою атаку. Сейчас уже спартаковцы немножко прижались после гола к своим воротам. И армейцы пытаются сразу, может быть, добиться второго успеха. Несколько обескуражены были, конечно, спартаковцы вот этим голом. Неожиданно. В неком не замешательстве, недоумении, по-моему, они находятся до сих пор. Никак не могут понять. Но Попов хорошо ведет единоборство с двумя защитниками Спартака, но те отбирают у него мяч. Довольно рискованно играл сейчас Чусе, но отдал все-таки точный пас Митреске. Ранжелович не смог перехватить этот мяч. И уже атака спартаковцев. Сык Миструк пытался вывести прорыв бесчастных, но не совсем точная передача. Верхун был первым у мяча. Сейчас армейцы проводят атаку. Рахимич с мячом. Сыграет в одно касание Дана Попова. Тут ответная передача. Выходит один на... Нет. Не дает ему Юриков там пробить поворотом. В подкате в последний момент выбивает мяч на угловой. Вот можем отметить также и Павла Федоровича Садырина. Рискнул выпустить сразу Рахимича, который был только вчера дозаявлен. А мы видим повтор гола. Хорошо, хорошо здесь поставлял мяч. Ранжелович. И тут от штанги закатился в ворота. Да, реакция. Садырина вот сейчас мы видели на экранах. Угловой армейцы исполнили неудачный. Уже спартаковцы могут провести быструю атаку. Робсон, Титов. Но не... Нет, не удалось. И опять вне игры Попов Иранжелович. Еще раз скажем о том, что очень медленно два нападающих армейцев уходят с положением вне игры. Спартаковцы атакуют Баранов по правому флангу. Пытается обвести сейчас Корноухова. Не здорово, хорошо перекладывает с левой на правую. Делал передачу на бесчастных. Тут не понял партнера сейчас. Так очень хорошая была передача. Желтую карточку получает Игорь Митрески. Сейчас хорошо играл Лысенко. Пробрасывал мяч себе на ход и Митрески был вынужден нарушать правила. Видел, что спартаковская линия обороны делает вне игры. Попух уходился за спинами защитника Спартака и он себе пробрасывал на ход. Но довольно-таки жестко его остановили. Вот еще раз нам показывает этот момент. Посмотрите, да, видите, как он пробрасывал, уходил, но спину поставил на креске. И совершенно заслуженно получил желтую карточку. Так мы видим болельщиков, армейцев. А вот Станислав Сойсенко и Игорь Митрески. Два героя этого эпизода. Прошло 35 минут первого тайма. Александр, я думаю, что игра смотрится. Вы со мной согласитесь. Опасный момент довольно-таки много. Мы боялись все-таки, что Жара сыграет свою злую роль такую. Но вот видим, что темп игры довольно-таки серьезный. Вот бесчастных сейчас выходит один на один. С левой стороны входит штрафной удар слева. С левой ноги прекрасно играет Перхун. Владимир сейчас в ближний угол слевой посылал мяч в ворота, но как в таких случаях говорят ближний угол вратаря, дальний как получится. Вот Перхун сыграл просто здорово сейчас. Такой сейчас опять ответ на атаку быстро Спартаковцы провели. И все тот же бесчастных уже, по-моему, четвертый удар наносит за 35 минут первого тайма. Не совсем уверенно Перхун сыграл на выходе при подаче с углового. Мячут по атаковцам. Продолжается атака. Цехмиструк с мячом. Откатывает мяч Булатову. Входит штрафной Булатов. Бьет с левой ноги, да, не получается. Вот быстро ответная атака. Семак с мячом на правом фланге. Юра Ковтон догоняет его, догоняет. Семак останавливается, ведет борьбу. Нет, ничего не было показывает Юрий Баскаков. Игра продолжается. Цехмиструк с мячом. Дальше на Булатова. То длинную передачу на Баранова. Баранов вниз, укращает мяч. Входит в штрафную. И бьет. Бьет с левой ноги по воротам. Удар неточный. Рикошет защитника и угловой удар. Да, защитники ЦСКА пятились назад, дали возможность войти ему в штрафную. А вот еще раз нам показывают выход один на один безчастного. Видите, с левой ноги он бьет в ближний угол. Но хорошо играет Перхун. Второй раз подряд не получается угловой у Баранова. Но пока мяч у спартаковцев продолжают, а не свою атаку. А возвращаясь к эпизоду безчастных, мне кажется, он надеялся, что Перхун будет гадать, куда он нанесет удар. Поэтому бил в ближний угол. Надеялся, что вратарь уйдет оттуда. Но Перхун молодец, стоял до конца и выручил свою команду. Сейчас уже армейцы с мячом проводят атаку. Булатов перехватывает мяч. Длинные передачи вперед, но Владимир безчастных не успел выйти из положения вне игры. Нападающие и той, и другой команды не спешат выходить, отдыхают. Сейчас опасно могло получиться, но хорошо, что Титов остался в положении вне игры. Рискованную передачу делал Боков. Да, вот мы видим, как армейские болельщики поддерживают свою команду. Вывесили огромный флаг. Не удалось армейцам провести атаку. Выделим мяч спартаковцы, но Лысенко подхватил его и... Да, сначала, сначала Боскаков показывает, что Парфенов нарушал правила против Лысенко. Задерживая рукой. Вот еще раз, видите, посмотрите. Да, это, по-моему, извините, Бабулатов. Все правильно. Боскаков остановил игру нарушению правил. Небольшая пауза в игре. Лысенко получил травму. Боскаков разрешил выйти медицинскому персоналу. Да, нужны такие паузы, нужны, чтобы немножко восстановиться. Жара сказывается. Хочешь, не хочешь, работоспособность падает в такую жару. Вот еще раз видим нарушение правил. Да, просто кофтун достаточно сильно попал в бедро, когда делал подкат. Ну вот, Лысенко уже просит разрешения выйти на поле. И в этот момент у армейцев готовится замена. Готовится выйти на поле Владимир Кузьмичев, 12-й номер. А меняет он Андрея Соломатина. Вот уже в первом тайме, в конце первого тайма вынужден Павел Кудрич произвести замену. Почувствовал, что проигрывает Соломатин, наверное, на своем фланге борьбу. Может быть, получил травму. Он несколько прихаромил, когда покидал поле. Нам сложно судить, конечно, сейчас. Ранджилович на правом фланге, но в подкате Роксон выбивает у него мяч за пределы поля. С мячом Боков. Передача на Попова. Попов проигрывает борьбу, и Баранов выносит мяч из своей штрафной дальше. Хорошо играл Хазиев. Делает точную передачу Симака. Тут дальше на Ранджилович мяч за него доходит, но снова с мячом Симак. Хорошая передача на Ранджиловича? Нет, не успевает. Митрецкий хорошо подстраховал своих партнеров. Дальше играет на Роксон. Тот в одно касание на Цихмиструка. Цихмиструк с мячом. Дальше на Роксон на Поперечной передаче. Тот на Бесчастных. Бесчастных опять Цихмиструк был с мячом. Падает. Сейчас судья никак не отреагировал на это падение. И вот быстро ответная атака на исполнение армейцев. Хорошая передача на Кузьмичева. Кузьмичев выходит. Нет. Раньше, раньше боковой судья поднял флажок. Зафиксировал положение унии игры. И Паскаков сразу показал желтую карточку Кузьмичеву. За то, что он услышал свисток, но продолжал атаку. И даже нанес удар. Именно за это Баскаков показал ему желтую карточку. На первой же минуте Кузьмичев получил желтую. Штрафный удар. Да, очень принципиален сегодня Баскаков. Вроде не грубая игра, достаточно спокойно. И проходит опять желтых карточек в первом тайме. Пытается остудить пыл, хотя и так жарко. Спартаковцев атакуют бесчастных с мячом. Взял игру на себя. Смело идет в обыгрыш, а выигрывает сразу трех армейцев и наносит удар. Блестяще играет форвард, но и хорошо сыграл вверху. Смотрим повтор. Да, не боится бесчастных идти в обыгрыш. Вот отличительная черта Владимира. Целенаправленно такая агрессивная игра на линии штрафной, самой штрафной площадки, так как и должен играть форвард. Угловой так хорошо играл на опережение Робсом, туда переправлял мяч, но Перхун был на месте. Сыкрыст рук с мячом. Перевод мяча на дальнюю штангу. Прост в тендер, но не удалось Поктону замкнуть эту передачу. Титов хорошо отдавал пас партнеру, но не совсем точно. Могли Спартаков сейчас забить второй гол. Повезло, наверное, немного армейцам. Еще раз мы видим Владимира Бесчастна. Судя по вот 43-й минуте, он в прекрасной форме находится. Так как он сыграл этот первый тайм. Вот опять снова с мячом строк, строк, не поняли они немножко друг друга, он предсказывает ему претензии, а тем временем армейцы опять быстро переходят в атаку. Рахимич дальше на правый фланг на Лысенко. Лысенко смещается в центр, ищет партнера кому отдать. На лево Ранжеловичу тот хорошую передачу на Попова. Штрафную площадку Попов скидывает, но Семак никак не отреагировал с Лысенко на эту передачу. Лысенко смещал хорошую передачу на Ранжелович. Что ходит в штрафную площадку, бьет с левой ноги, не попадает в ворота. Но все-таки в последний момент чуясь и чуясь и помешал армейскому нападающему нанести хороший прицельный удар. Вот еще раз мы смотрим этот момент, посмотрите, да? Он делал такой выпад, немного подталкил армейского нападающего, тем самым не дал ему точно пробить поворотом. Ну, в рамках правил подталкивал. Все абсолютно в рамках права, конечно. Вновь сейчас борется за мяч, выигрывает борьбу у Файзива, пас на Робсона, замедлил атаку Робсона, пас на цепь из трубка. Пытался ударить или отдавал передачу в результате угловой. Защитники подставили ногу и мяч ушел рядом со штангой. Связка форвард мы еще раз видим, да? Какое взаимопонимание. Еще раз повторюсь, такое ощущение, что они не одну игру уже отыграли вместе. Но отметим, опять же, Романцев подчеркнул уже не один раз, что попытается сделать ставку именно на эту связку Робсона, бесчастно. Спартаковцы продолжают атаку. Ощипается Парфенов и очень острая может получиться атака армейцев. Лисевка с мячом. Парфенов задержал Лысенко и штрафной удар. Две минуты арбитр добавил уже время тайма и стекло. Пошло компенсированное время две минуты. Пазиев возвращает мяч Перхуну. Ну вот бесчастно пошел на Перхуна, заставил его поспешить и Перхун выбил мяч, но нападающие ЦСКА не успели выйти из положения вне игры. И Спартаковцы опять с мячом. Титов отдает передачу на Робсона. Не удалось Робсона вернуть на Титова. Армейцы перехватили. Пернаухов с мячом. Да, сейчас стараются сразу нападающие и той, и другой команды атаковать защитников. Не дают начинать хорошие атаки сразу. Чувствуют конец тайма. предельно внимательно надо быть опять последние минуты. Счет 1-1. Роджелова с мячом. Поднимает голову, смотрит кому отдать. Назад на Бокова. Тут дальше на Ланзеса. Ланзес на Симака. Симак одно касание Слысенко. Неудачно принимает мяч. Робсона отбирает. Юрихов на центре с мячом. Пас на Баранова на правый фланг. Баранов смещается в центр. Играет с бесчастных. Бесчастных на правом фланге. Длинная передача в расчете на Робсона. Но технически не исполнил. Неточная передача. Мяч уходит за пределы поля. Обе команды здорово действительно. Варьируют темп. То играют чуть быстрее по ситуации, то сбрасывают резко скорости и берут как бы небольшую паузу. Итак, первый тайм завершился. Баскахов дает свисток и команды уходят на перерыв. Итак, 1-1. Жара в Москве. Перед матчем на табло была цифра 33. Да, сложно в такую погоду выдерживать два тайма в высоком темпе. Итак, матч продолжается. Спартаковцы начали с центра поля. Тут же быстрая атака. Баранов на правом фланге. Но не удалось ему точно прострелить. А хорошая была задумка. Трое Спартаковцев поддерживали. Он посмотрел, но технически не исполнил подачу. Хорошая была передача за спину на ход Баранов в исполнении Чуйса. Но не получилось с передачей по последнему. Так, пока Сергей Перкун вводит мяч от ворот. Напомним, что в первом тайме было показано пять желтых карточек. Две из них получили спартаковцы Игорь Митреский и Виктор Булатов. И три желтые карточки получили армейцы Юрис Лайзенс, Владимир Кузьмичев и Андрей Соломатин. Сейчас армейцы хорошую атаку могли провести, но опять вне игры. Мы видим, как тренерский штаб Спартака переживал сейчас. Спартаковцы проводят атаку с их месть рук. Нет, не удалось ему обработать мяч. Юрис Лайзенс. Быстрый перевод на своих нападающих. Достаточно активно играли в первом тайме Ранжелович и Попов. И совместными усилиями как раз и провели совместный гол ответный. Отметим, что Ранжелович вторую игру выступает за командой ЦСКА и вот забил во втором своем матче. Так же, как и Владимир Бесчастных, но Владимир играет первый. Поэтому вот я клоню к тому, что все-таки можно считать, что это усиление между кругами что у одной, что у другой команды. То есть два приобретения сегодня Ранжевич и Бесчастных забили по голове. Да, и оба дуэта нападающих, и Армейский, и Спартаковский. Там боковой судья сейчас была вроде опасная атака, боковой судья поднял флажок вне игры. А я продолжу свою мысль. Оба атакующих дуэта, и Армейский, и Спартаковский, показывают сыгранность, хотя играют вместе вот вторую игру, первую игру. А как будто играют уже не первый раз. Многое зависит от класса игроков. Чем больше классом, тем меньше времени на дотацию. Баранов перевел на цехместрука, продолжает фитов атаку. Сделал забегание, получил пас от цехместрука, но подставил ногу на ИЗС. Сейчас Перхун ввел мяч на Попову, заставил Попов. Да, своей борьбой, вот агрессивностью Митрецкий от головой, да, от Митрецкий мяч уходит за лицевую линию. Армейцы заработали угловой удар. Обе команды опять вроде не спеша начали, но выжидают по ситуации, прибавляют и вынуждают ошибаться соперников. Не очень удачно исполнил Лысенко угловой. Неудобная траектория, очень сложно бороться и пробить точно после такой траектории. Продолжают армейцы атаку. Сейчас интересный момент, был боковой, поднял флажок, фиксируя положение игры у армейцев, Баскатов на это никак не отреагировал. Вот он улыбается. Контролировал ситуацию главный судья, он принимает решение. А пока армейцы готовятся подавать очередной угловой Корнауков. Очень высокая подача. К тому же в ту зону, где не было армейцев. Начали команду опять с высокого темпа. Очень наверное заметно. Не спеша пытаются разыграть мяч. Средние короткие передачи за счет их приблизительно штрафной соперника. Игорь Коктин сейчас отобрал мяч. Длинная передача на Робсона, но Робсон выходил из положения вне игры. Очень часто в этом матче нападающие не успевают выходить за защитниками соперника, поэтому остаются вне игры. рискуют пытаются поймать защитников на том, что не успеют выйти и не останутся вне игры. А судья может не поднять плазок. Попов я с эффектом хотел сыграть на Кузьмичева. Не точно. Корнауфов подача в штрафную площадку на Симака. Симак не дотягивается до мяча. От его головы мяч уходит за лицевую линию. А сейчас мы видим в борьбе Симака с Кофтаном. Симак потерял бутцу. Но быстро привел себя в порядок и возвращается на свою половину поля. Да, вот что же придумали Олег Романцев и Павел Садырин. Что они сказали своим игрокам в перерыве, как продолжат команды борьбу на поле. Очки нужны и той и другой команде. Оля претендует на самые высокие места в чемпионате. Ну, как и не на самые высокие, а на самые высокие. Карнауха с мячом. Передача. Сложно придумать, кто с мячом сейчас это Кузьмичев. Да, Кузьмичев дальше на ранжево. Еще только Попово, Попово удар. Наносит туда, да, но Митрески, Митрески поставляет ногу. Сейчас спорная ситуация была, но судья показал, что можно играть и мяч остался у спартаковцев. Китов с мячом хорошая передача. Задумано было неплохо, но технически не исполнится рука. Сорпасно Булатов играл против Ахимича. Вот мы видим, как Боков высказывает свои претензии Баскакову. А это Булатов такое своеобразное предупреждение, так как он уже имеет желтую карточку. сейчас неудачно сыграл Максим Боков. Сказывается все-таки жара, я думаю, второй тайм не так быстро начали команды. Есть такое понятие, да, преодолеть само себя. Вот как справиться, кто лучше справится с этим. А вот сейчас Баранов выходит с правой стороны. Входит в штрафную площадку. Да, но совершенно непонятно, кому сейчас наделал передачу. Абсолютно никого в той зоне туда было адресовано. Передачи не было и спартаковцев. Хорошая была предпосылка до опасной атаки. Не получилось исполнение спартаковцев. Здесь, в свою очередь, Ранжилович теряет мяч. Сихмистрок прикрывает умелый корпусом. Булатов назад на Юра Ковтуна. Тот на бесчастных, но бесчастных в среднем темпе направлялся к мячу. Но мяч остается спартаков. Цикли из труб. Вот видите, сколько много таких непонятных передач. Да, что-то потеряло необоснованно. Какое-то взаимное непонимание у игроков и той, и другой команды допускают невынужденные ошибки, скажем так. в борьбе в борьбе с Поповым выиграл мяч и передача на Попову. Хорошая скрытая передача, но боковой, боковой арбитр тут же поднял, да, поднял флажок, фиксирует нарушение правил. Но очень хорошее в исполнении Ранджелыча на Попову. Видите, опять как-то на 10 двух нападающих мы видим. Сейчас это спартаковцы атакуют, но не удалось Файзиев перехватил мяч и армейцы попытались провести атаку, но также ошиблись. Бесчастных с мячом сам проходит выход один на один и вновь Перхун выручает команду. В первом тайме Бесчастных также выходил один на один помимо того, что забил. Вот еще раз мы видим этот момент внешней стороной стопы с правой ноги с правой ноги бил в дальний угол. Да, но Перхун сыграл просто великолепно. Опять не стал гадать, оставался на месте и отбил удар. Да, уже трижды Бесчастных мог отличиться, но отличился пока один раз только. Вот такая реакция Буцци на то, что не удалось форварду забить. Пожалуй, стоит отметить Бесчастных все-таки один из самых активных, наверное, пожалуй, самый активный в составе Спартаковцев. И опять же, опять-таки же, несмотря на то, что первый матч после такого длительного перерыва проводит за свой родной клуб. Доверие тренера окрыляет. Может быть, я это скажу. Маск очень здорово доверяет Бесчастных. Сейчас опасно сыграл опять Булатов. Учревата для него вот такая жесткая игра. Вторая желтая может быть. Сейчас здорово отработал Робсон в обороне. Выбил мяч, хороший пас на Титова, но не очень точно Лайзенс перехватил. Не торопится Перхун. Длинная передача вперед на Попова. Тут выиграет борьбу учуйся. Играя Странжелыч тут ему возвращает мяч. Попов обратно на Рахимич. Рахимич хороший передач на Кузьмичева. Кузьмичев слева флага в одно касание пытался сделать низом прострельную передачу. Но на пути мяча оказался Чуйся. Мяч по-прежнему у армейцев. Они сейчас немного больше владеют мячом. Но быстрая атака Спартака срывает ее Баскаков. Дал свисток и желтая карточка Лайзенсу. Это уже вторая желтая карточка. Напомним, что он получил в первом тайме желтую и удаление. Армейцы остаются в десятером. Возмущен армейский футболист. Может быть, еще раз нам сейчас покажут, за что так строго наказал Баскаков. Да, тут же как грубо сыграл грубо как сыграл Лайзенс. Небольшая пауза. Вот мы видим Лайзенс покидает поле, пока оказывали помощь Спартаковскому врагу Парфенову. Вот мы видим повтор. вы знаете, очень опасно, очень опасно. Баскаков был травма опасна. Баскаков совершенно правильно показал желтую карточку. Такое нарушение, она была уже вторая, поэтому Лайзен был удален с поля. Ну что ж, Армейцам придется перестроиться, похоже. Сыграно всего лишь 57 минут. И Спартаковцы получили преимущество в одного игрока. Титов делал подачу, но не удалось. Никому не бесчастно в Пиропсину сыграть, защитники убили мяч. Мяч по-прежнему у Спартака, Гулатов с мячом, Баранов, Титов. Хороший удар наносил Титов, но Перхун уверенно забрал мяч в нижнем углу. Причем совершенно никто из защитников посмотрите, армейцев не мешал делать это Титову, но не получился удар у нас с левой ноги, немножко поскользнулся. Очередная атака Спартака в цехниструх с мячом. Обыгрался Маккар. Удар от ворот. Разобрался сейчас в ситуации боев каков. И назначил удар от ворот. А мы видим, что Павел Федорович Садырин сразу готовит замену после удаления лайзенса. Готовится выйти на поле Валерий Менько. 18 номер. Вынужденная замена уходит нападающий Фредер Хранжелович. Автор ворота спартаковцев. предсказуем предсказуем довольно-таки замену все здесь я думаю ясно. В десятером армейцы остались и Фалфедорович меняет нападающего на защитника. В принципе оставил более активного Попова все-таки по сути гола Ранджелович это больше чем наполовину заслуга Попова. А лайзенс очень здорово играл в оборонительных рядах армейцев поэтому конечно же надо укрепить оборону сейчас армейцев. Можно предположить что Олег Романцев сейчас предпримет какие-то ответные ходы. Посмотрим сумеете воспользовать этим преимуществом. Спартаковцы от Китов уходят от Рахимыча нет все-таки тот не дает ему продвинуться дальше мяч окажется Пирхуна сейчас последует вот длинная передача да на Попова Попов в верховой борьбе выигрывает и Ковтона выигрывает но мяч покидает лицевую линию парфюна длинная передача нападающим но не точный уже с мячом Максим Левицкий быстро вводит мяч Чуйсы но вот интересно что спартаковцам надо быстрее играть сейчас хорошая была длинная передача на бесчастных но Перхун сыграл на опережение хорошо постраховал Пазиева опять год наполовину спартаковцев его исполнение мы видели хорошо играет Лусенко ну и Митрески здорово сыграл подстраховал своих партнеров и опередил Попова Ковтун с мячом на правом фланге не поняли не поняли не поняли технист рук и точная передача посмотри сейчас Минько быстро ответная атака исполнение армейцев дальше на Рахимыча Рахимыч ведет борьбу с Порченовым укрывает мяч корпусом дальше Минько в центр Минько пытался сделать передачу на Лусенко до него она не дошла ответ спартаковцев хорошая передача на Баранова Баранова первый у мяча останавливается смотрит кому отдать и потом идет в обыгрыш не получается этого сделать Лусенко отбирает мяч это был Кузьмичев извините сейчас Лусенко с мячом хорошая передача на Симака Симака обрабатывает мяч делает хорошую передачу на Попова но здорово играет Левицкий выходит из ворота и в прыжке очень эффектно забирает мяч вот несколько оживилась игра какие-то разрывы появились в линии хорошая передача на Робсон тут в одну касание извините Александру на песчастных не получается не получился последний пас было достаточно очень опасно сейчас Робсон здорово сыграл на цехместру Кацкий он отдает пас не точно хорошо задумал но какие-то разрывы появились что у спартаковцев длинный перевод нападающим поддерживают их два игрока и как бы остается отрезан средней линии у той и другой команды Булатов паста Титова и очень опасный может получить ситуация судья после небольшого раздумья поднял все-таки флажок и хоть Владимир бесчастных и отправил мяч в ворота гол засчитан не будет своевременно поднял боковой судья отреагировал отреагировал вот второй раз я думаю что далеко не бесспорное решение судей все-таки конечно много зрителей на трибунах они реагируют на это и футболист может естественно не слышать свистка арбитра но вот второй раз он показывает за такое нарушение желтую карточку в первом случае по-моему армейцу попадающих вот второй раз Дмитрий Владимир бесчастный мне кажется да вот Воскаков проявил принципиальность раз наказал за такое же нарушение в первом тайме армейца Кузьмичева за такое нарушение наказал и бесчастным был свисток надо оставить мяч и игра должна остановиться сейчас опасно атакуют армейцы Кузьмичев наносил удар но вновь Митрескин сблокировал этот удар и Левицкий забрал мяч спокойно в руки Спартаковцы проводят вновь атаку и видим мы как очередной разрыв средней линии Пархенов Титов пропустил на бесчастных Баскаков показывает что можно играть по собственной инициативе упал бесчастных и уже Кузьмичев по левому флангу пытается организовать быструю атаку ЦСКА Лысенко с мячом играет на Кузьмичев тут в одно касание не получилось хотел вернуть мяч Лысенко и следим за ответом Спартаковцев но сейчас можно было обратить внимание на то что армейцы не идут вперед оставляют сейчас больше игроков все-таки в защитной в своих рядах а вот так уйдут 4 человека и вновь поднят флажок судьи вне игры армейцы готовят очередную замену готовятся выйти на поле Спартак Гогниев а мы видим повтор бесчастных в борьбе с Рахимичем упал и арбитр показал что не было нарушения правил но здорово сыграл Тито в этом эпизоде просто здорово подпустил мяч на бесчастных и так ушел Денис Попов вместо него вышел Спартак Гогниев устал наверное все-таки Попов жарко очень активно проводить два тайма в такую погоду тяжело и Садырин решил выпустить свежего игрока еще одного новичка для Гогниева Динамо фартовый стадион он дебютировал в Динамо и сразу забил гол играл в молодежной сборной в первой же игре также отличился вот может и за ЦСКА в первой игре на Динамо забьет правда он играл уже в Самаре для него это вторая игра ошибается Файзиев бесчастных но Боков сумел помочь своему партнеру и выбил мяч на угловой Боков не отходит от бесчастных мы наблюдаем за этой парой полтора тайма но все-таки я думаю что бесчастно переигрывает защитник армейцев удается ему уходить из-под опеки и довольно остро атаковать Баранов подача в штрафную Семак выносит мяч за пределы на Гогниев Гогниев принимает мяч укрывает мяч от Чуйса корпусом смотрит кому отдать очень хорошо Чуйса играет оттесняет его корпусом от мяча и зарабатывает штрафной удар быстро разыгрывает Спартак с Титок около угла штрафной площади дальше Цихнистрок тот случай на Робсона на линии Вратарска Робсон теряет мяч сейчас в борьбе Митрески с Гогниевым нарушил правила Митрески Баскаков назначил штрафной удар у Гогниев хотел подержать мяч но некому было отдать и спартаковцы вынудили его ошибиться но и справился сейчас вот мы видим Семак готовится пробить штрафной не торопятся армейцы понимают что Дестерон в такую жару еще тяжелее будет команде тем более уже три замены произведены у команды но спартаковцы еще ни одну замену не сделали очередной аут Рахимич выбросил мяч Семак успокоилась игра но участок бесчастных на Титова быстро отметили ответный атаку в исполнении спартаковцев Баранов делает забегание современная передача на него Титова возвращает мяч Мяч Егора тот хорошая передача на выход бесчастного в районе 11 метровой штрафной площадки армейцев но все-таки Владимир не пошел до конца не отвлекился на эту передачу продолжает атаковать спартаковцы армейцы отбирают мяч пытаются организовать ответ на атаку Лысенко справа фланга перехватил кофту мяч сейчас может получиться очень острая атака если спартаковцы перевод на цехмист рука налево Минько перехватывает этот мяч но цехмист рук продолжает его атаковать и вынуждает Минько выбить мяч в аут но пока спартаковцы атакуют мы видели нам показывали как Романцев давал последнее наставление еще одному новичку спартаковцу который выйдет сейчас на поле но пока чуть из мячом спартаковцы атакуют неточных пас но бесчастных и уже армейцы пытаются провести быструю атаку хорошо играл Кузьмичев пробрасывал себе на ход но и Митрески сыграл очень здорово выбил мяч в аут ну и вот мы видим Лауренс Аджи готовится выйти на поле футболист из Ганы а меняет он Луиса Робсона да сегодня Робсона не удалось себя проявить как в предыдущем матче с черноморством посмотрим как себя проявит новичок спартаковцев еще один африканский футболист армейцы десятером проводят атаки и вот Семак пытался нанести удар но защитники приняли удар на себя сейчас хорошая передача но опять боковой судья фиксирует офсайт Левицкий быстро разыгрывает свободный с мячом Баранов на правом фланге у спартаковцев хорошая передача дальше нападающего красно-белых тут зарабатывает в свою очередь угловой удар да сразу решили включить в игру ганского футболиста сейчас ему уже похоже был пас но о нем не понял и Ковтун опять как-то не совсем точно сыграли Баранов и Ковтун потеряли мяч армейцы с мячом Чуйся и Гогниев кто быстрее оттеснил Чуйся Гогниева на фланг и только угловой удар но для армейцев наверное такая пауза хорошо все-таки дестером играют напомним что удален был Лайзенс бесспорно конечно не стоит в предыдущем моменте отметить отметить действие Симмаката он хорошо ушел во двоих и сделал острый передачу в штрафную площадку на Гогниев но армейцы четко сейчас придерживаются плана пас нападающему тот держит мяч ждет поддержку и потом уже развивается атака сейчас угловой подавали армейцы опять после небольшой паузы боковой арбитр поднимает флажок фиксирует очередную обстоят у армейцев идет 30-ая минута второго тайма но по зрешности второй тайм все-таки уступает первому мы практически не видим опасных голевых моментов сказывается конечно безусловно погодные условия которые в Москве уже не первый день очень сложно поддерживать такой темп играть на быстрый быстрый футбол с хорошим перемещением и открыванием чувствуется утовление утовление физическое и психологическое по накалу страстим страстим матч очень серьезный ответственный ну и та другая команда понимает что терять очки сейчас конечно невыгодно ни тем ни другим армейцы если потеряют могут отстать от лидирующей группы Гогнин хорошо принимает мяч перед ним Чуйся дальше делает передачу на Кузьмичеву Кузьмичев с левой ноги очень неудачно пробивает уже было видно под подходом к мячу что не получится ударами Гогниев очень хорошо сыграл принял мяч ушел от защитников и в зону на Кузьмичеву сделал хорошую передачу но удару у него не получился мне кажется поспешил мог и обработать все-таки его не атаковали защитники сразу было время была дистанция пока Митрески к нему к нему бы подошел но спартаковцы никак не могут использовать это преимущество тоже несколько неожиданно как бы они сами наверное не ожидали что получат преимущество у одного игрока и у них ничего не получается у них даже не так остро играют как в равных составах 11 на 11 можно отметить оборону армейцев она стала играть более компактно более плотно с нападающими спартака и не позволяет им создавать острые ситуации вот сейчас Булатов с мячом у линии штрафной и очень опасный штрафной Рахимич нарушил правила в борьбе с Булатовым не больше метра до линии штрафной и у спартака есть кому исполнить эти группы мы видим как выстраивает стенку Сергей Перхун и Василий Баранов обладает очень мощным ударом и напомним именно он в первом круге со штрафного удара забил единственный победный мяч 1-0 тогда победили спартаковцы сейчас счет напомним 1-1 также стоит отметить что третьих голов которые сбываются в преддоле именно со стандартных вот разыгрывают домашняя заготовка в исполнении спартаковцев неудачно неудачно немножко извините извините у нас были маленькие проблемы в эфире продолжаем работать на стадионе Динамо комментаторы ТВЦ Александр Кривов и Юрий Тишков армейцы атакуют десятером проводят очень опасную атаку 3 на 3 пас на Гогнева удар рядом со штангой да Спартак Гогнев упустил прекрасную возможность вот мы видим как схватились за голову на скамейке запасных ЦСКА да за 15 минут до конца видим повтор Спартак Гогнев упустил прекрасный шанс вывести свою команду вперед стоит отметить все для него сделал партнер Кузьмищенко смотрите внутренней частью подъема он так резаным ударом пытался направить мяч ворота прошел буквально мяч в нескольких сантиметрах опять же ЦСКА Засенко рвется к воротам штрафной удар штрафной и кофтану кофтану Бостаков показывает желтую карточку да мы видим проявляет недовольство Юрий Ковтун да очень агрессивно ведет по отношению к судье вроде не грубая игра но очередная желтая карточка и смотрим повтор но здесь вот интересная ситуация желтую карточку показали нарушал правила было полное ощущение что нарушал правила Митрески для Митрески это могло оказаться кстати вторая желтая карточка и так готовится к удару фармейцев тоже есть кому пробить штрафной это Илысенко уже забил именно вот с таких штрафных я знаю он очень много в Кубани в первой лиге забивал именно со штрафных обладает хорошим ударом несколько минут назад спартаковцы упустили вот реальный шанс такой же был хороший штрафной удар но они неудачно его использовали сейчас мы видим как там Баскаков пытается успокоить игроков в стенке чтобы они поспокойнее себя вели небольшая пауза вот видим как готовятся спартаковцы стоять при ударе армейцев нам показывает Станислава Волысенко ну что он нанесет удар или Рахимич Максимак стоит перед мячом буквально отходит хороший удар и прекрасно играет Левицкий да дальней рукой переводит мяч на угловой Станислав Волысенко мог сейчас забить хороший удар поверх стенки но здорово сыграл Левицкий перевел одной рукой мяч на угловой угловой удар армейца Кофтун выбивает мяч обменялись команды опасными штрафными и Гогнев имел хороший шанс недавно подчеркнем еще раз то и ЦСКА и Спартак очень здорово варьируют темп игры то убыстряют его то резко сбрасывают прошло 15 минут как армейцы остались в меньшинстве но вот на поле этого незаметно армейцы пытаются атаковать и в свою очередь Спартак никак не может воспользоваться своим преимуществом численным на поле а очень часто бывает так что команда в которой удаляется игрок наоборот мобилизуется и начинает играть даже лучше чем в полном составе вот похоже у армейцев такая ситуация сейчас они стали очень четко играть в обороне у спартаковцев мало шансов забить и напротив армейцы имели такие шансы да и очень последние 15 минут очень хорошие атаки проводят армейцы еще раз показали нам штрафной хорошую игру Левицкого и хороший удар Лысенко а спартаковцы ничего не могут пока сделать впереди не удается им скрыть оборону армейцев аджи с мячом подача но Корноухов подставил ногу и мяч ушел на угловой плотнее компактнее стали играть в обороне армейцы восьмером они отходят ставят свою штрафную площадку это Ежгогниев остается в середине поля Кулатов с мячом хорошая передача на Баранова Баран входит в штрафную аджи аджи смотрит кому отдать справа ноги неудачно неудачно продолжает опять снова он с мячом в штрафной площадке перед ним Корноухов пытается его обыграть делает хорошую передачу на Титова Титов проигрывает борьбу и вот уже Минько и сейчас армейцы могут быструю атаку провести хороший перевод на левый фланг там сразу два игрока ЦСКА но Лысенко наверное принял не совсем верное решение решил сыграть сам а слева открывался Кузьмичев вот мы видим реакцию тренерского штаба армейцев как в таких случаях объема поля зрения не хватило периферическую именно и может быть не слышал подсказок что помогал ему партнер с левого фланга неудачно сейчас атаку провели спартаковцы Баранов делал навес с правого фланга но никого из партнеров не оказалось ни в штрафной ни с левого фланга и армейцы с мячом такое ощущение что спартаковцы растерялись получив преимущество в одного игрока впереди у них ничего не получается а сзади вот уже несколько раз мы видели армейцы имели очень хороший момент хорошо в отборе играет Семак отнимает отбирает мяч идет дальше пытается обвести Кофтуна не получается определяет претензии к своим партнерам что они вовремя не сделали открывания напомним счет 1-1 осталось сыграть меньше 10 минут спартак имеет на одного игрока больше но пока ничего ему не удается сделать и даже больше армейцы получили очень хорошие шансы на контратаке и несколько раз уже не использовали свои возможности сейчас перевод направо но вне игры мы видим выход Гогниева оживил атакующие действия армейцев вышел свежий нападающий довольно-таки заметно несколько остро атаковал ворота спартаковцев стоит отметить его то что вот не удалось кстати спартаковскому нападающему Аджио он тоже вроде только вышел на поле но пока не очень заметен не очень удачно не попадает как-то в ритм игры хотя партнеры его постоянно снабжают передачами вот очередной раз он с мячом был пас на бесчастных сейчас хорошо играл Титов пропускал мяч но армейцы прочитали эту атаку Минько предвидел это предугадал предусветил события Гогниев с мячом перевод мяча на Корноухова тут обрабатывает одним касанием мяч сейчас он попытается обыграть Чуси входит в штрафную площадку следовал пас на Гогниева но спартаковские защитники перехватили передачу Дмитриевский здорово опять в очередной раз сыграл и спартаковцы развивают атаку по правому флангу Баранов переводят мяч на Титова но Боков головой хорошо сыграл отбросил мяч своему вратарю и Перхун тут же ввел мяч Лысенко и Армейцы опять держат мяч и потом очень здорово одним пасом выводят своих нападающих на хорошие позиции сейчас Менько пытался сделать то же самое но не очень удачный уже спартаковцы с мячом да последние минуты игры мы видим что у спартаковцев готовится очередная замена пока не владеют мячом хороший перевод направо Баранов с мячом очень опасно он обыгрывает защитника наносит удар но Фазиев бросился под удар смягчил как говорится полет мяча и Перхун забрал мяч в руки сейчас рассмотрим повтор как хорошо на замахе под себя убирает Когнаухова Баранов и с левой ноги наносит удар но Фазиев выручает свою команду не торопится армейцы сейчас армейский вратарь был с мячом не торопится вводить мяч в игру и очень точно достаточно вводит сейчас последние минуты мяч своим партнером и так мяч ушел за боковую и спартаковцы проводят замену вот Владимир Бесчастных очень активно проведший всю вот свое время который он провел на поле и вместо него вышел 15 номер Александр Сонин Бесспорно один из лучших в составе спартаковцев я думаю что дебют удался удался дебют однозначно полностью с вами согласен отдал все силы поэтому похоже заменен посмотрим посмотрим что сможет продемонстрировать нам молодой нападающий Александр Сонин сразу опять включился в игру так миструк нанес хороший удар чуть-чуть выше ворот вот еще раз смотрим повтор удара видите мяч практически не вращается означает что футболист хорошо попал в центр мяча такой плотный хлесткий удар у него получился едва едва не попал в сурворот да осталось пять минут командам провести на поле плюс конечно время которое добавит арбитр очень тяжело и тем и другим очень жарко но шансы есть и у той и у другой команды и те и другие наверное хотят все-таки добиться победы посмотрим что же они для этого приложат Баскаков показал что Чуйся сыграл рукой поэтому назначил штрафной удар улыбаются Титов и Баскаков обсуждая этот момент Соня на штрафной площадке передача на цепи без трука не удается мне сегодня весь вечер выговорить правильно фамилию очень сложно продолжают атаку Спартаковцы Чуйся с мячом Парфенов мы видим Олега Ивановича Романцева да продолжается матч ЦСКА Спартак осталось три минуты до конца армейцы с мячом счет один один Минько и вне игры хорошая была передача сейчас Гогнев показывает что с мячом был Семак что он не играл но арбитры расценили иначе да вот Баскаков ну в принципе он принципиально проводят сегодня игру и вне игры и желтые карточки очень четко достаточно своевременно все пресекал поэтому ни та ни другая команда особых претензий к нему предъявить не могут сейчас Титов сзади в подкате сыграл против Рахимича нарушил правила и с мячом армейцы небольшую травму получил Рахимич ну и плюс небольшую паузу требуется игрокам все-таки очень тяжело и тем и другим действительно в такую жару темп мы видим совсем упал восстановить водный баланс необходимо да первый тайм прошел в более интересной борьбе в более активной и похоже что в такую погоду на два тайма команды не хватило во втором тайме и темп упал не так поменьше моментов но очень хорошие моменты не использовали и спартаковцы бесчастных выходил один на один и армейцы здесь можно вспомнить и удар Гогниева и штрафной восполнение Лысенко и еще несколько атак у армейцев было очень хороших последние минуты матча ни та ни другая команда не хотят наверное проигрывать не торопятся армейцы предельно собранными внимательными в этот период времени пропускает левицкий мяч удар от ворот теперь будет производить спартак напомним что армейцы играют десятером удален Лайзенсбилл но пока спартаковцам ничего не удается добиться армейцы очень здорово играют в обороне Сонин с мячом пытается обыграть Менько вот мы видим как плотно играют армейцы в обороне сразу четыре игрока обороны создали численные преимущества на этом промежутке поля отобрали мяч и вот ответ на атаку Менько с мячом на замахе убирает Порченова идет в центр дальше на Кузьмичева тот эффектно пропускает на Гогниева Гогниев набирает скорость хорошую передачу в штрафную площадку не точно немножко не точно Семак с мячом справа в флангах в центр в штрафную площадку Малысенко тот в свою очередь не сумел остановить мяч обработать осталось две минуты до конца арбитр добавил две минуты и Спартак проводит атаку Фазиев выдал мяч на угловой но мы после окончания матча не забудьте покажем вы знаете Юрий Баскаков показывает удар от ворот я вернусь к твоей мысли о том что по окончании матча вы увидите еще сюжет о том как проходил матч в Лужниках где встречались торпеды и крылья Советов перхун не торопится мы видим Владимира Бесчастных на скамеечке он забил сегодня первый гол на 10 минуте 1-0 Спартак повел но потом на 30 минуте Ранжелович сравнял счет 1-1 и последние минуты игры надо что-то предпринять и тем и другим но сил у команды у игроков почти не осталось отсюда очень много ошибок и не торопится ни та ни другая команда хотя бы Аскаков поторапливает Перноухова чтобы он побыстрее вводил мяч но это уже чисто футбольные хитрости понимают игроки что осталось уже мало времени вот штрафной удар Лысенко заработал в борьбе с Парфеновым и может получиться очень опасный остались считанные секунды Перноухов готовится к удару и сейчас уже армейцы пошли вперед Рахимич не смог пробить борьба в центре поля и финальный свисток Юрий Баскаков дал свисток об окончании игры 1-1 напомним у Спартака отличился Бесчастных у ЦСКА отличился Ранжелович итак попробуем сейчас Владимир Осипов наш корреспондент возьмет интервью у кромки поля Павел Федорович Павел Федорович вот 1-1 в матче против Спартака на ваш взгляд это успех или все-таки неудач я думаю что опять эти дебилы испортили весь матч это я имею ввиду судьи особенно боковые он даже правила не знает такие претензии к судейству да дальше претензии к судейству потому что такие матчи такие дебилы не должны судить как в центре поля так и боковые спасибо очень эмоциональная оценка Павла Федоровича Садырина но мы скажем что судьи все-таки отработали нормально и особых претензий к ним предъявить нельзя 1-1 не забудьте посмотреть по окончании рекламы сюжет о матче торпеда крылья советов а мы с вами комментаторы Александр Кривов и Юрий Тишков прощаемся до свидания всего доброго до свидания